Привет, ребята! С вами Валик с группы BainInternet. Все просили снять видео, как пользоваться кальяном, но я и не удержался. Купил, значит, табачок. 25 гривен. Это доллара три. Купил галек. Галек кокосовый, по идее. Ну что ж, давайте. Сейчас будет долго и нудно. Я, в принципе, честно вам скажу, я первый раз набиваю кальян. Ну, как бы в таком настроении. Так, распаковываем. Все снимается одним дублем. И все сразу получится. Честно говоря, сколько раз с друзьями бывало турили, пробовали. Но то он подгорал, то 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 все. Я изучил несколько видео. И после этого хочу вам рассказать, что да как. Вот он, табачок. Табачок, кстати, яблокомята. Так он выглядит. Довольно аппетитно. Я помыл колбу, помыл шланг. Все тщательно вымыл, поскольку запах Китая с кальяна не выходил. Долго и нагло. Чаша, вот она, тоже вымыта. Шахта также. Ну и подготовил колечко, которое будет служить для воздушной прослойки между двумя слоями фольги. Вот так вот. Давайте начинаем. Значит, тут есть такой вот непилек. Я даже не знаю, как это назвать. Точнее. Его нужно не сильно завинчивать и не сильно отвинчивать. Насколько я помню. Значит, берем. Воды я налил с таким расчетом, что продолжение шахты входит где-то на на один сантиметр. Как, в принципе, и рекомендуют. Так, ставлю на шланг резинку. Кстати, я проверил. Вроде ничего нигде не пропускает. Вроде все хорошо, довольно собрано. Ну, то есть, хоть и кальян китайский, но, в принципе, все довольно таки неплохо. Давайте я поправлю камеру, поскольку я не ожидал, что так будет плоховато видно. Ну, видите, все. Производственные моменты. Вставляем. Вот. Значит так, теперь наша цель набить чашу. Знаете, его надо разрыхлять. Обычно берут руками. Я даже не подготовился, но и ладно. Давайте его разрыхлим. Вот он, табачок. Его нужно вот так вот по стеночкам по стеночкам расставить. Разрыхленный, разрыхленный. Давайте его. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Значит, я так понял, что в идеальном варианте лучше дырочки стараться не закрывать. А вот так вот по стеночкам. Ну, что ж, практически набили. Я думаю, ну, что ж поделаешь. Может, до хера. Попробуем. В принципе, я вроде разрыхленный. Приятный запах. Приятный запах. Ха-ха-ха. Попробовать. Значит так. Тряпки под руками, естественно, нет. Я молодец. Я молодец. Давайте пробовываем. Тряпки под руками. Сейчас он относительно набит. Я встал. Давайте возьмем все-таки дырочки. Как-то профигачу. Где они только есть? Здесь. Ну, так. На всякий случай. Не знаю. Я просто помню. Набивали когда-то. Так. Разрыхляем, разрыхляем. Вроде ничего. Шокотезно. Кстати, обычно время каких-то сабантуев набивается кальяна. Смешно бывает. Когда ничего не получается, знаете, в такие ситуации. Ну, а все равно в результате. Все радуются, им весело. Что-то мне, кажется, много будет. А может и нет. Так. Берем. Плотненько, плотненько. Главное, чтобы это все дело была вакуумно. Так. Видите? Делаем много дырочек. Да, это, конечно, штука не особо подходит. Ну, ладно. Слишком великоватый. Ну, ничего. Хорошо. Сейчас мы найдем вариант проще. Опа! Куда без тебя ручка. Дырки, конечно, вышли больше, чем я ожидал. Ну, ладно. Первый блин всегда комный. Так ли? Хватит. С тем расчетом, что я ставлю кольцо. Вот оно. Все, в принципе, должно быть нормально. Так, давайте возьмем... Это много будет. Может, нет. Ну, черт не. Так. Так, вот оно и есть кольцо. Видите, прослоечка. Так, 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 так. Набили. Делаем дырочку. В принципе, мне кажется, фольга тонкая. Надо брать более толстую фольгу. Но ничего, на ошибках учится. Ставим Чашу. Итак, я теперь ставлю на паузу. Беру, вот он, уголек кокосовый. Ну, иду, пытаюсь его накалить. Накалил, да, как смог. Раздую. И хер с ним. Как уж будет, так будет. Что ж. Будем пробовать. Его раскуривать долго надо. Настолько я уже, как бы, теряю время. Видимо, херово я нагрел уголь. Продолжаем. Итак, вся комната разосрана. Но зато я подкурил колья. Правильно. Значит так. Уголь надо раскалить на плитке. Но, чтобы сделать это быстро, нужно снять с нее комфорку. Также дырочки на фольге нужно делать только по периметру угля. То бишь, когда они находятся далеко от него, у них, как бы, нет никакого смысла. В принципе, довольно неплохо. Мне понравилось. Ну, правда, конечно, это лучше в компании хорошей. Собраться всем дружно. Ну, и вот, закурить кольян. В другом же случае дома я не вижу в этом никакого смысла. Я все засрал сегодня. Мне долго придется убирать. Благо, я взял какой-то вот кусок дерева. Просто столько мучений уже. Извините, что курю. Просто столько мучений. Буквально, если закасится уголь, мне кажется, что я зря потел эти 7 или 8 минут. В принципе, довольно неплохо. Итальян неплохой. Не пропускает нигде. Вот так вот. Спасибо вам за внимание. И успехов вам в ваших покупках.